Свыше тысячи специалистов прибыли работать в села Западно-Казахстанской области в прошлом году. Среди них учителя, врачи, работники агропромышленного комплекса и госслужащие. Почти 400 молодых кадров по льготному кредитованию приобрели собственное жилье. Каковы меры поддержки, остается ли молодежь региона жить и работать в сельской местности, выяснял наш корреспондент. Солё, астролог ушла? Молодой специалист Бигбулат Нагмеджанов начал свой трудовой путь на малой родине. По специальности он учитель истории. В школе-лицее поселка Жемпиты преподает не только профильный предмет, но и другие гуманитарные дисциплины. Педагог планирует активно развивать сферу образования в сельской местности. Впереди много планов. Хочу открыть в Жемпиты центр по подготовке к ЕНТ, чтобы в будущем наши выпускники набирали отличные баллы на экзаменах. И получали возможность учиться на гранте в вузах. Это моя малая родина, и я хочу, чтобы она только процветала. А это дом молодого педагога. Приобрел он его на подъемные деньги и льготный кредит по госпрограмме. Теперь осталось только благоустроить двор, говорит новосел. Это новый район в нашем поселке. Дом большой, четырехкомнатный и теплый. Он стоил 8 миллионов тенге. Льготный кредит покрыл половину стоимости дома. Это очень выгодно для молодых специалистов. Весной собираюсь ставить забор и благоустраивать двор. В профильном ведомстве рассказали, что по программе с дипломом в село в прошлом году в сельскую местность прибыли работать свыше тысячи молодых специалистов. 387 приобрели собственное жилье. Общая сумма льготного кредитования около 2 миллиардов тенге. Поделились планами и на этот год. Если бюджетные кредиты получили 387 специалистов, то на 2023 год запланировано для 509 специалистов, которые прибудут для работы на село и будут нуждаться в жилье. Вообще надо отметить, что ежегодно растет число специалистов, которые прибывают в рамках этого проекта для работы на село. За 13 лет действия программы с дипломом в село ее возможностями воспользовались 8,5 тысяч молодых специалистов региона. К слову, большая часть из них, а это свыше 5000 человек, трудятся в сфере образования. Альбина Кумаргалева, Канат Махмутов, Эльдара Юпов, Хабар-24, Западоказахстанская область.